Привет, друзья! Сегодня мы говорим о новейшем умном сетевом диске ASUS TOR AS4004T, а также о том, зачем вообще нужны 4-дисковые модели в домашнем хозяйстве. Я понимаю, что далеко не все погружены в тему умных сетевых дисков, NAS'ов или как еще их полностью называют по-английски network attached storage, поэтому сначала маленький ликбез, от которого, надеюсь, не закучают даже те, кто на этих вот зверях собаку съели. Для начала скажем, что слово «умный» в названии этого класса устройств использовано совершенно не для красоты. Они действительно очень и очень умные. Фактически, современные модели NAS по функциональности, по возможностям мало чем отличаются от персонального компьютера, но с одним очень важным нюансом. Дело в том, что персональный компьютер, даже если он не очень мощный, он жрет довольно много энергии. NAS'ы, с этой точки зрения, очень жестко оптимизированы. Вот этот аппарат, даже когда он находится под полной нагрузкой, когда в нем установлены 4 диска и все крутятся одновременно, он потребляет порядка 30 ватт. И если это переводить в более понятные денежные единицы, то получится, что в месяц он будет нажирать на примерно на 100 рублей. Персональный компьютер будет кушать в круглосуточном режиме гораздо, гораздо больше, просто потому, что он не продуман для того, чтобы работать в круглосуточном режиме. Поэтому, покупая NAS, вы не только обеспечиваете дополнительное удобство, но и в перспективе довольно существенно экономите. Что умеют умные сетевые диски? Ну, самое главное, наверное, они хранят данные, они собирают их со всех устройств, которые есть в доме, и точно так же раздают их на все устройства, которые есть в доме. Более того, современные NAS, они умеют еще и по интернету раздавать данные, разумеется, после того, как вы введете логин-пароль и подтвердите свое естество. То есть, везде, где есть интернет, у вас будет доступ к данным, которые хранятся на этом накопителе. Это страшно удобно, на самом деле, потому что там могут быть не только какие-то фильмы, музыка, но и документы, какие-то важные для вас фотографии. И везде, где вам это надо, вы получите к ним доступ. Второй пункт, конечно, порадует владельцев техники Apple. Современные NASA обучены работать в режиме Apple Time Machine, то есть, они делают слепки с образов накопителей внутри компьютеров Apple, и потом, если потребуется, можно в любой момент восстановиться с них на старом компьютере, вернувшемся из ремонта, или на совершенно новом. Третий пункт – это скачивание любого контента, в том числе, конечно же, и торрентов, и раздача его на все устройства в доме. Например, я уже много лет не пользуюсь какими-то флешками, чтобы перетащить фильм с компьютера на телевизор. Я просто включаю телевизор, он стучится в нас, NASA выдает список фильмов, и я их смотрю, разумеется, в максимально возможном для конкретного телевизора качестве. Еще NASA обучено синхронизировать данные, которые хранятся на них с популярными облачными платформами. Вот конкретно Asus Store 4.0.4, 4.0.0.4T, умеет работать и с Google, и с Microsoft, и с Яндексом, то есть вы один раз устанавливаете приложение, вводите свои данные и забываете об этом, потому что все дальнейшие синхронизации происходят в автоматическом режиме. Единственное, что бы я советовал на всякий случай, шифровать данные, критичные для вас, которые вы отправляете в облако. Ну, просто от греха. Ну, еще надо понимать, что с помощью приложений, как разработанных самой Asus Store, так и сторонними разработчиками, вы можете расширить функциональность у новостевого диска фактически до небес. Дело в том, что NASA умеют быть и платформой для веб-хостинга, и почтовым сервером, и базисом для системы видеонаблюдения. И плюс встречаются совершенно какие-то такие экзотические фичи. Например, я нашел в магазине приложения Asus Store такую программку, которая шерстит интернет на предмет выхода новых серий ваших любимых сериалов, которые вы, разумеется, выбираете заранее. Сама их скачивает, и вам просто остается прийти домой, включить компьютер или телевизор и посмотреть. Причем так, между нами говоря, скачивает она их не из совсем официальных магазинов, а из, скажем так, фанатских группировок. То есть, происходит это совершенно бесплатно. Что касается конкретной модели, она очень сбалансированная. То есть, проблема многих недорогих относительно четырёхдисковых NASA в том, что они очень-очень маломощны. Например, можно найти четырёхдисковые модели за 20-25 тысяч рублей, но когда мы начинаем смотреть на их характеристики, то это печаль какая-то. То есть, там очень маленький объём памяти, там очень старые медленные процессоры. И просто, когда вы начнёте использовать эти четырёхдисковые возможности на полную мощь, вы обнаружите, что не получается. Вот не получается. Вы не реализуете всех возможностей, которые в теории даёт четырёхдисковая модель. Поэтому что-то приличное начинается где-то порядка с 30 тысяч. И вот как раз именно там начинается ASUSTOR 4004T. И знаете, начинается очень бодро. Когда мы заглянем внутрь этого аппарата, вы поймёте почему. Так, давайте посмотрим на зверя крупным планом. Что мы видим здесь? Во-первых, такая панелька с разными полезными огоньками, которые горят в процессе работы, в котором вы понимаете просто, что происходит с NAS-ом. Кнопка принудительного резервного копирования на внешние накопители и порт USB 3.0. Достаточно быстрый. Если мы перевернём этот аппарат, мы увидим, что сзади нас ждёт ещё один порт и целых три порта Ethernet. Но, как вы можете обратить внимание, они немножко разные. Дело в том, что вот эти два порта необычные гигабитные, а этот 10-гигабитный. 10-гигабитный. Что для этого ценового диапазона это просто фантастика. Такое ощущение, что ASUSTOR нам решила сделать крутой, симпатичный подарок. Вы спросите, а нафига 10 гигабит? Это же 10 гигабит, это получается почти гигабайт в секунду на чтение и порядка 550 мегабайт в секунду на запись. То есть, это же какие диски нужно ставить внутрь, чтобы обеспечить такую скорость. Да, я согласен. Вот сегодня, прям вот, если думать о сегодняшнем дне, то, наверное, это избыточная скорость. Но нас покупается не на один год, и не на два, и не на три. И если вдруг в один прекрасный момент обнаружится, что SSD подешевелит до такого совсем симпатичного уровня, и вы поставите 4 SSD в быстром рейд-массиве внутрь, то это будет очень даже полезно и приятно. 10 гигабит вам пригодятся. Но, но, это важный момент, уже сегодня эти три порта можно использовать на полную катушку. Дело в том, что ASUS TOR 4004T поддерживает режим агрегации портов. Тоже довольно экзотическая штука. То есть, вы подключаете его всеми тремя дырками, тремя кабелями к роутеру, к своему обычному гигабитному роутеру, и получаете в сумме 3 гигабита. То есть, вы сможете и записывать на него данные, и получать их с утроенной скоростью по сравнению с обычным интерфейсом. И вот это, вот это уже прям очень здорово, потому что даже обычные жёсткие диски, когда они стоят в быстром рейд-массиве, они не укладываются в один порт. Им гигабита мало, им надо хотя бы 2 гигабита. Но, в общем-то, на хороших дисках и 3 не помешают. То есть, вот эти все порты здесь совсем не для красоты, они строго для дела. Обратите внимание, что здесь стоит здоровенный 120-мм пропеллер, и если мы начнём пользоваться этим аппаратом, вы с удивлением обнаружите, что его вообще не слышно. Точнее, пропеллера не слышно. К сожалению, сами жёсткие диски в последнее время идут довольно гремучие, и вот их-то как раз слышно будет, но система охлаждения абсолютно бесшумная. И прелесть ещё в том, что у одного пропеллера хватает на все 4 диска, и даже вот я специально его как-то насиловал, нагружал, вот больше 40 градусов, мне прогреть ни один из дисков не удалось. То есть, средняя температура работы 36-38 градусов, что для современных дисков, тем более адаптированных для такой серверной работы, ну, это просто ерунда. Для них всё, что меньше 50 градусов, это как слону дробина. Так, совсем внутрь мы залезать не будем. О том, что там в нутрях, вы можете узнать из моего текстового обзора. Смотрите, как устроена конструкция для самих жёстких дисков. Значит, как я и говорил, их 4 штуки. Внимаются они в горячем режиме в любой момент. То есть, вот, вытащили, посмотрели. Причём очень приятно, что не нужно никаких болтов этих дурацких, ничего не нужно. То есть, здесь такая хитрая пластиковая защёлка. Вы её, ну, таким, знаете, непринуждённым движением, непринуждённым совсем снимаете, и всё, вы получаете доступ к диску. То есть, никаких дополнительных телодвижений, там, выкручивания болтов, поискотвёртки нет. То есть, там изнутри, вот, я думаю, вы видите, да, вот такая прорезиненная шайбочка, которая мягко и надёжно фиксирует диск в салазках. И потом просто, когда вы уже, вот, установили диск, вы просто вот так вот, вот здесь вот вставляете, главное, чтобы дырочки совпали, да, чтобы дырочки совпали, вы вставляете пластиковую панельку назад, и после этого диск возвращается на своё исконное место. Я пока не буду возвращать, просто покажу, как это выглядит изнутри. Вот, внутри всё, разумеется, железное, железное, там вот видно, как сзади кулер, мою руку немножко видно. То есть, очень простая, как мычание, но при этом абсолютно комфортная и надёжная конструкция, которой вопросов нет вообще никаких. Ну и теперь, когда мы заглянули внутрь прекрасного НАСА, давайте немножко порассуждаем, зачем он нужен четырёхдисковый. Я экспериментирую с НАСами уже порядка 10 лет, самых-самых первых моделей, когда они были ещё, ну, прямо скажем, не очень удобными. То есть, сначала у меня был самосборный, однодисковый НАСА, потом я перешёл на двухдисковый, и вот уже пару лет я использую четырёхдисковую модель, и вы меня обратно не стащите ни в коем случае. Зачем нужны четыре диска? Во-первых, это страшно удобно с точки зрения замены дисков. Например, вот вы забили два диска, которые уже стоят в вашем НАСе. Что делать? Наверное, вот напрашивается мысль, сейчас я куда-нибудь скачаю данные, потом поставлю новые диски, на них залью. Но вот когда речь идёт об объёмах, ну, допустим, порядка 10 терабайт, вот мне интересно просто, куда вы будете это всё сливать? Я с удивлением понял, что я не знаю, куда их девать в таком количестве. Поэтому, когда мне надо было сделать апгрейд жёстких дисков, вы будете смеяться, но я покупал и жёсткие диски, и ещё один двухдисковый НАС. И т.е. я вставлял эти диски в этот НАС, и начинал заливать данные со старого на него, а потом старый продавал вместе со старыми дисками. Ну, какая-то вот бредовая история, да? С четырёхдисками всё проще. Там, даже если вы используете все отсеки, вы, скорее всего, будете использовать их в режиме рейда, т.е. в массиве, где данные дублируются. Поэтому апгрейд диска происходит до смешного. Просто вы берёте, открываете отсек, не выключая НАС в горячем режиме, вытаскиваете старый диск, вставляете новый, и вам система говорит «Алё, а тут что-то у вас происходит, так и должно быть?» И говоришь «Да-да-да, восстановить данные, да-да-да, восстанавливай», оп-оп, и, как правило, это происходит даже без влияния на повседневные задачи, т.е. он там что-то восстанавливает, а вы на это и внимания не обращаете, это происходит в фоновом режиме. Во-вторых, есть другая модель, так скажем, бюджетная, вы используете только два отсека, ну, остальные два используются так, для красоты, что называется. Когда вам нужно сделать апгрейд, вы просто берёте, вставляете два новых диска по соседству, переливаете на них данные прямо внутри НАСА, и потом старые диски или вытаскиваете, или не вытаскиваете, это уже от вас зависит. Я делал и так, и так. Это тоже страшно удобно. Ну и плюс, вот, как я уже говорил чуть выше, четыре диска позволяют использовать разные режимы RAID. RAID – это массивы данных с разными степенями защиты. Конкретно вот ASUS Store этот поддерживает от RAID 0, когда диски просто объединяются в один том, до RAID 10, где там уже происходит такое очень хитрое интересное зеркалирование. Так вот, когда вы используете четыре диска, вы можете создавать, с одной стороны, массив достаточного объёма, чтобы вам хватало данных, хватало места для всех данных, а с другой – это массив может быть достаточно защищённым. То есть вы держите их в режиме зеркала, и если вдруг с одним из дисков или даже с двумя дисками случится нехорошее, такое, к сожалению, бывает, ваши данные не пострадают вообще. То есть вы этого даже не заметите, он просто писает, что «эээ, что-то с дисками не то, давай починим». Вы вытащите старый диск, вставите новый, всё, поехали дальше. Это страшно, удобно, и поэтому я в итоге перешёл на четырёхдисковую модель, и обратно уже вот никак. КОНЕЦ Продолжение следует...